В одной руке у меня 12,5 килограммов, в другой около 4 с таким набором я отправляюсь путешествовать по центру города Красноярска и все что мне остается, только надеяться, что мне кто-то поможет, потому что сама я это точно дотащить не смогу. Начало эксперимента меня немного огорчило, кто-то даже испугался моей просьбы. Смотрите, здесь вот 12,5 килограмм, не поможете? Я вас запомню, что вы мне не помогли, это очень некрасиво, кстати. Но уже буквально через несколько минут я встретила двух помощников. Молодые люди на мою просьбу отозвались сразу же. Молодые люди, помогите, пожалуйста. У меня очень тяжелые пакеты, видите, арбуз на самом деле 12,5 килограммов и кабачки. Но кабачки, кстати, это меньше из бета, вот и арбузы, это вообще прям... Я купила самый, наверное, большой арбуз, который был на рынке. Ну, мы увидели, что сумки тяжелые, решили помочь. Мы всегда девушкам помогаем. Тяжелые сумки, как бы, два свободных. Парни идут, почему бы не помочь? А еще чуть позже и современный рыцарь нашелся. Просьб он не дожидался. Это все было для телеканала «Инисей». Но вы не бойтесь, вы выступили настоящим рыцарем. Я просто вас предупредила сейчас. Во-первых, вы сами подошли, сами предложили. Перехожу дорогу, смотрю, девушка стоит с пакетами с огромными тяжелыми и даже, ну, поднять как-то не может, на метр сдвигает. Ну, перешел дорогу, думаю, сейчас помощь предложу. Пакеты помочь, немножко вон туда донести. Поворчал, поворчал, но помог. Правда, пронес всего пару метров. А дальше мне снова пришлось ждать помощи от других добровольцев. Почему бы не помочь? Мы идем, не торопимся. Девушка не может донести пакет. Почему бы не помочь ей? Как бы, это же тяжело. Да, мы считаем долгом каждого человека помогать своему, ну, собрату, то есть. Вот. И в первую очередь, это, естественно, девушкам, бабушкам, пожилым людям. Вот тут я убедилась, что не перевелись еще женщины в сибирских сиренях и силы им не занимать. А дальше произошло то, что меня в первую минуту просто поразило. Хрупкая с виду девушка сначала долго на меня посматривала, оценивала вес моих пакетов, а потом неожиданно предложила свою помощь. О, ничего себе, вы героиня! Смотрю, вы на каблуках, вам тяжело, наверное. И просто, ну, я ожидала, честно, что мужчина сейчас пройдет и предложит вам нанести пакет. Но просто я смотрю, что он прошел мимо, я еще обернулась, посмотрела. Думаю, ну, мне не привыкать на все тяжести. Я сама все время сама хожу за покупками и ношу такие тяжести. На фоне равнодушно проходящих мимо меня мужчин, женщины проявляли себя как настоящие героини. Специально для тех, кто не спешил предложить свою помощь, я останавливалась, изображала чуть ли не боль в глазах, горестно вздыхала. Однако, вопреки ожиданиям, ко мне с участием снова подошла женщина. Ой, спасибо. Я даже немного испугалась. На самом деле, да, просто вообще он 12 с половиной. Удавается. Да, недалеко тут на самом деле. Вы, на самом деле, сейчас настоящая героиня. Сейчас вы были... Ну что? Снялись случайно для сюжета, для телеканала «Нитей». Я могу сказать, что вы потрясающая женщина сейчас, потому что у меня только что прошли два мужчины, и никто из них даже не предложил. А вы, хрупкая женщина, и предложили. Равнодушие некоторых с лихвой компенсировала невероятная отзывчивость других. Среди них были даже бабушки и миниатюрные женщины. В укор некоторым мужикам. Помогайте друг другу, и это зачтется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!